Привет, друзья! Как и обещал, вот продолжение с обзором купленного мною набора с редкими монетами Украины. Я расскажу, почему эти монеты стоят дорого и где можно купить их для пополнения своей коллекции. А дальше мы подведем итоги розыгрыша вот с этим деревянным боксом. Для участия в подобных розыгрышах необходимо просто быть моим подписчиком канала Фартовый Коллекционер и оставлять комментарии под моими видео. Да-да, это очень просто. Прямо сейчас подпишитесь, чтобы не забыть потом. Я регулярно разыгрываю подарки и деньги на карточку прямо во время премьеры роликов. Обязательно пишите комментарии под каждым из видео для участия. А бонусом в этом видео я покажу вам наборы редких монет Украины, которые у меня уже есть в коллекции. Ну что, поехали? И вот я купил себе этот набор на Виолити. Я давно думал о нем, но не было предложений с одной гривны. Был один набор, который продался в сентябре 2020 года, но я как-то его пропустил. А на других площадках цена фиксирована и вообще меня не радовала. Давайте я расскажу про этот набор и почему он интересен. Во-первых, здесь представлены монеты с маленьким тиражом 5000 штук, 25,50 копеек. Набор был изготовлен в Германии. В нем использовались монеты, специально предоставленные Национальным банком Украины. Давайте подробнее рассмотрим монеты. 25,50 и 1 гривна 2001 года, 10 копеек 2003 года. У них состояние чеканки proof-like. Это значит, что монета выпущена в улучшенном качестве чеканки и использовались специально подготовленные штемпели. Поле и рельефная часть монеты в штемпельном блеске. 1,5 копеек 1992 года, а 2 копеек 1994 года. У них состояние uncirculated. Это значит, что монеты в идеальном состоянии и имеют штемпельный блеск. Собственно, как вы и видите. Вы знаете, что некоторые коллекционеры вырезают монеты из подобных наборов и добавляют их к себе в альбом. Вот как видите на этих фото. Например, у меня на канале есть видео, где я вырезаю монеты из набора 1996 года и добавляю их к себе в коллекцию. Но у меня таких наборов было два. Теперь вот видите, только один остался. Но зато монетки отлично смотрятся вот в такой вот папке с регулярными монетами Украины. Кроме дорогих монет Украины, сам по себе вот этот набор несет ценность. Здесь к нему есть оригинальный сертификат, который подтверждает подлинность монет. Правда, он на немецком языке. Набор довольно нечасто встречается и пользуется интересом у коллекционеров. И его цена зависит от количества коллекционеров, которые хотят положить его к себе в коллекцию. Давайте перед подведением итогов я покажу вам наборы, которые есть у меня в коллекции. Я рекомендую вам их приобрести к себе, так как цена на монеты Украины только растет. Начнем с картонного буклета 1996 года. Он просто невероятен. Как видите, здесь размещаются монеты 1996 года и по центру изображена гривна киевского типа. Существует гривна киевского типа из серебра, произведенное НБУ. А недавно начали появляться сувенирные копии на данную гривну. Кстати, по очень доступным ценам. Можно купить на Виолите. Вот я добавлю ссылочку. Я даже взял себе несколько для видео, так как оригинал гривны киевского типа, но стоит довольно дорого. Ссылку я оставлю в описании. Дальше набор 2001 года. Довольно дорогой. У меня пока его нет в коллекции. Если вдруг кто планирует продать, напишите, пожалуйста, мне в инстаграм. Тираж у него 5000 штук. Ну, следующий набор, собственно, за который я торговался, вы видите перед своими глазами. Есть еще разновидность с монетами 2003 года. Дальше набор 2013 года я покупал в банке, ну, в городе Героя в Одессе по госцене. И вот тираж 10 тысяч. Кстати, я передаю привет одесским блогерам Диме Лаврику и Magic Money. Знаете такие каналы? Летом прошлого года я заглянул к ним в гости. И у меня на канале есть видео с походом на Староконный рынок. Ну, это рынок антикварных вещей в Одессе. Я добавлю на это видео ссылочку в описании или в подсказке. Следующий набор – это набор «Конкурс детских рисунков». Очень красочный набор. Эти наборы также можно купить на Виолите. Тираж набора 5000 штук. Дальше набор у нас 2014 года. Тоже очень-очень яркий и красочный тираж. У него 10 тысяч штук. Тираж у него 10 тысяч штук. Жетоны с тампопечатью. Выглядит просто великолепно. В 2016 год набор посвящен 20-летию денежной реформы. Очень рекомендую к покупке вот эту гривну. Так как она очень красивая, на ней изображены все наши монеты. И можно отдельно купить не в наборе, а вот в таком вот небольшом буклете. Дальше у нас набор 2018 года. Настолько мне понравился, что я решил к себе в коллекцию положить их два. И можно увидеть здесь гривну в двух дизайнах. С Владимиром и с каштанами. Тираж этого набора 10 тысяч штук. Набор 2019 года это просто разочарование года. Мне кажется, это самый худший набор из тех, что выходили в Украине. Тираж у него 20 тысяч штук. Ну, хоть цена на него не очень большая, но сам набор выглядит очень дешево. Напишите в комментариях, что вы думаете про этот набор. Сейчас мы все ждем выхода набора 2020 года. Ну, я вижу, что они уже появились в продаже на некоторых площадках. Так как вообще официального выхода в НБУ еще не было. Тираж у этого набора будет 30 тысяч штук. Я думаю, цена на него будет совсем уж хорошая, приемлемая. Главное, чтобы он был качественно сделан. Давайте перейдем к нашему конкурсу, в котором я разыграю вот этот вот замечательный бокс. Вы помните, что нужно обязательно быть подписчиком канала и поставить лайк, написать комментарий под этим видео. Давайте переходим к конкурсу. Для того, чтобы поучаствовать, вам нужно перейти на канал Димы Семеренко и под крайним видео написать привет от ФК, Лефартовый коллекционер. И как только наберется 250 лайков под этим видеороликом, я разыграю, проведем розыгрыш. То есть нужно было подписаться, написать привет от ФК. 250 лайков у нас уже есть. И мы сейчас, собственно, проведем этот розыгрыш. Для этого мы берем, собственно, видеоролик, под которым нужно было передавать от меня привет. Ну, конечно, нужно быть подписчиком канала. Так вот я, скажем, такие вот бонусы у нас для подписчиков. Мы выбираем абсолютно случайный какой-то рандомайзер. Обычно я пользуюсь Lisa On Air, но это когда я могу подключить свой канал. А если на другом канале, то, соответственно, вот такой приходится искать сторонний сервис. Ну, в любом случае, я думаю, будет честно. Мы видим, что... Нажимаем определить. И у нас сейчас будут анализироваться. Фартовый коллекционер передает привет. Ну что, мы видим, Руслан написал все правильно, что привет от фартового коллекционера. Я надеюсь, у тебя открыты каналы. А я вижу, что каналы открыты. И смотрите, какие замечательные каналы человек смотрит. Про монеты. Это просто восхитительно. Так, есть. Вот он, слава богу. Первый канал есть. Фартовый коллекционер забрался в самый уголок. Вот. Ну. И Дмитрий Семиленко есть канал. Ну, что все условия у нас выполнены. Я поздравляю. Руслан, вот такой отличный бокс отправляется к тебе с бесплатной доставкой. Пожалуйста, напиши мне в Директ. Друзья, кто смотрит нас сейчас в Инстаграм, прямой трансляции. Не расстраивайтесь, я буду проводить регулярно подобные розыгрыши, подобные розыгрыши, монеты, боксов. Просто нужно быть подписчиком канала «Фартовый коллекционер» и оставлять комментарий под каждым видео. Я буду разыгрывать какие-то интересные, интересные призы от партнеров, от спонсоров. Вот в данном случае вот такой вот бокс, который я брал для себя. Ну, я его решил разыграть. Ну, что ж, друзья, спасибо, что все пришли на этот эфир. Хотелось побыстрее сделать, недолго не затягивать, побыстрее провести такой розыгрыш. Я поздравляю Руслана и всех, кто подписан на мой канал. Впереди много классных подарков. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подтяжите, пожалуйста, лайком, если оно вам понравилось. И до новых встреч. Всем пока.